Всем здравствуйте! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня я покажу вам одну из самых надежных моделей в плане автономности работы. То есть, зарядив один раз телефон, насколько можно долго проходить с ним без подзарядки. В моих руках сейчас модель Lenovo P770. Модель, у которой аккумулятор один в комплекте, но аккумулятор заявлен на 3000,5 мАч. Это реальная его величина. Дальше я вам немножко покажу тестов по этому поводу. И вы сами в этом сможете убедиться. Плюс ко всему, модель выпущена на процессоре MTK6580... Простите, MTK6577T. Тот, который был разогнан. И показывает довольно-таки хорошие величины по производительности. Давайте посмотрим нашу заводскую комплектацию. Вот такой вот коробке поставляется данная модель. В комплекте у нас идет обязательно. Поставляется вот такой кабель, так как данная модель поддерживает вот такую функцию. Дальше инструкции. Аккумулятор один, как я уже говорил. У нас идет зарядка вот такая вот, стандартная. USB кабель для подключения к компьютеру. И стандартные наушники. Перейдем непосредственно к нашему смартфону. Вот этот кабель положим не так далеко. Итак, наш смартфон. Экран у меня поставлен на режим, чтобы он не тух. Чтобы аккумулятор я максимально мог садить. Как видите, сейчас 60%. Потом расскажу, что были за опыты. Модель поставляется в двух вариантах. Вот у меня сейчас в руках такая глянцевая модель. Тут еще идет пленочка такая вот. Есть еще матовый вариант. Сзади идет матовая крышка. Мне и тот, и тот вариант очень симпатизируют. Очень классно они смотрятся. Не так толсто, как можно было бы себе представить. Сзади у нас идет камера. Есть вспышка. Есть автоматический фокус. С этой грани у нас есть качелька громкости. Сверху у нас кнопка включения-выключения. USB, разъем под наушники. По этой грани у нас нет ничего. Снизу у нас только каемочка для открытия крышки. Ну и спереди у нас стандартно. Три сенсорных кнопки. Вот такая вот интересная панелька есть. Сделанная как под металл. Ну и сверху у нас стандартно логотип Lenovo. Динамик. Все необходимые датчики. Датчик освещенности, датчик приближения. Ну и камера. Напомню вам, если вы не в курсе, что серия P у Lenovo это всегда не бюджетная серия. Это дорогие модели. Классно собранные. Которые имеют либо по производительности какие-то классные параметры. Либо по комплектации. По каким-то особым функциям. Вот в данный момент эта модель является одной из самых таких интересных на этом процессоре. МДК 6577T. И мы их будем рассматривать. Во-первых, давайте посмотрим наш смартфон через программку Antutu. Посмотрим все технические характеристики. В Antutu наша модель набирает порядка 7-8 тысяч баллов. Я уже тестировал. Но видимо просто сбрасывал на заводские потом. Ну пусть тестируется. Давайте посмотрим. У нас видим мы, что это именно Lenovo P770. Торговая марка Lenovo. Процессор у нас 6577. Видим, что частота этого процессора 1,2 ГГц. Напомню, что стандартная частота 6577 процессора это 1000 ГГц. Экранчик у нас 540 на 960. Скажу, что экран хороший. Хороший, если смотреть на него прямо, то есть под прямыми углами. Если как бы картинку уводить и смотреть на него под разными углами. Ну мы это дальше тоже еще столкнемся с этим. То конечно же немножко преломляется. Не такого качества экран, как например сейчас в моде Full HD. Видим, что еще у нас графический ускоритель стандартный для вот этого процессора. Это PowerWare SGX531. На борту у нас есть 4 ГБ встроенной памяти. ГБ оперативной. Поддерживает карты памяти 16, 32, 64 не пробовал. Камера у нас в данном нашем смартфоне идет задняя основная на 5 Мп и фронтальная на 0,3 Мп. То есть камеры в этом смартфоне совсем такие не ахти. Даже задняя камера фотографирует слабенько. То есть один из самых основных минусов данной модели это камеры. Я сделаю для вас обязательно фото, обязательно видео. Вы сможете их посмотреть по ссылкам в описании. Обязательно. Прошивка у Lenovo приходит с завода очень интересная. Мы их не прошиваем. Есть полноценный русский язык. Есть некоторые фишечки официального Lenovo. То есть в данный момент держу модель с емким аккумулятором. И вот как раз с этим и связаны особые моменты в прошивке. Пока делается тест Antutu. Покажу вам, как телефон выглядит под крышкой. И видите вы, что действительно 3500 мАч. И это реальная его величина. То есть это не завышенный аккумулятор. Большой, толстый, такой объемный. Поэтому это все реально. Прошивка у нас Android 4.1.1. Так, дожидаемся окончания теста. И сейчас пойдем дальше. Вот как я говорил, камера фронтальная 0.3. И камера задняя 5 мегапикселей. Один и мой у нас. Также был очень приятно удивлен тем, что данная модель по своему процессору скажем так, очень запилена под игры, под любую мультимедиу. То есть я сколько испытывал современных игр, пытался нагрузить его, чтобы он начал тупить, у меня не выходило. То есть несмотря на то, что процессор не такой мощный, не топовый на данный момент, модель со своими задачами справляется просто на 6 баллов из 5. То есть я вам это все сейчас покажу. Давайте только дождемся теста Antutu. Итак, 6421. Ну, для этого процессора хороший показатель. Идем дальше. Посмотрим, какие у нас есть датчики на данной модели. Из датчиков у нас есть стандартный датчик акселерометра. Гироскопа у нас нет. Датчик приближения. Датчик освещенности классно работающий. Видите, что изменяется число. Датчик приближения. То есть вот этот вот датчик, когда мы телефон подносим к уху во время разговора, он тухнет. Есть хороший GPS. GPS тоже покажу. Смотрите дальше обзор. Акселерометр. Ну, стандартно. Вот он даже вот так вот видно, что он работает. Экран у нас пятиточечный. Пять точек касания поддерживает. Шестую не поддерживает. По поводу прошивки. Я вам уже говорил, что полноценный русский язык. То есть китайского софта здесь нет вообще. Мы их не прошивали. То есть все классно вот листается. Есть, можно выбирать сразу же в прошивке, каким образом листать. То есть все-все-все вот эти вот функции. Сразу же в прошивке есть супер-юзер, есть труд-права. То есть все вы сможете поудалять. Все, что вам не нужно в смартфоне. Вот есть его меню стандартное. Информация о телефоне. Так, вот. Все-все-все-все-вся наша информация. По поводу того, что я говорил, есть в данной модели фишки с аккумулятором связанные. Вот есть такая у него функция. И тут вот у нас показано, что, где, что было нагружено. Сколько процентов, сколько примерно он еще продержится в таком режиме использования. На что был использован заряд. То есть, ну, довольно-таки очень удобное менюшка. Можно сразу же, вот здесь вот снизу, установить скорость процессора работы. То есть поставить его в более экономный режим. Можно выключить подсветку клавиш. То есть, ну, такая довольно-таки официальная прошивка у него. Запиленная именно под эту модель, под эти функции. То есть, как мы видим, сейчас у меня включен экран. Максимальная яркость. У меня включен Bluetooth. И в таком режиме, с таким процентом заряда, наш смартфон готов еще работать 36 часов. Судите сами, много это или мало. По поводу аккумулятора. Мы вам приведем несколько скриншотов. Я делал скриншоты экрана. Я зарядил телефон на 100%. На 100, кстати, не получилось зарядить. Получилось на 99. Не знаю, может нужно откалибровать аккумулятор. Ну, то уже такое. Значит, я включил вот этот вот тест. Цитадель. И смартфон у меня пролежал с этим тестом, ну, где-то 2 часа. 2 часа вот непрерывно. Он нагрелся сумасшедше. Задняя панель была такая горячая. Ну, никаких сбоев, каких-то неудобностей я не наблюдал. В общем, за 2 часа работы у меня аккумулятор съела где-то на 65%. То есть, если так посчитать примерно. Я еще смотрел, что было за 1,5 часа работы съела 25%. То есть, вот этот вот тест я включу. То есть, ну, это полноценная игра. Вот он ходил, ходил, ходил себе. За 1,5 часа у меня съела 25%. То есть, в непрерывном режиме игры данная модель готова радовать нас работой на максимальной частоте процессора с сумасшедшим нагреванием сзади до 6 часов непрерывно. То есть, аналогичные модели, ну, которые считаются хорошие по автономности, у которых размеры экрана примерно такие же, а аккумулятор около 2000 мАч, держатся в этом тесте, в непрерывном тесте Цитадель порядка 3 часов. То есть, по автономности судите сами, что это за модель. Как бы я был удивлен, очень-очень приятно удивлен. То есть, меня эта модель очень порадовала. Давайте посмотрим, как наш смартфон справляется с мультимедией. Давайте посмотрим, во-первых, экран. Я говорил, что он IPS, но цвета, конечно же, немножко преломляются. Ну вот, если под прямым углом смотреть, то, конечно, экран очень классный, яркий. Ну, а вот тут вот уже цвета, конечно, искажаются. Хоть и не слишком. Но с сочности, конечно, по сравнению с Full HD экранами, конечно же, не хватает данной модели. Так, давайте посмотрим, как работает с YouTube, с различными другими приложениями. Это у нас YouTube. Давайте загрузим наш канал. Посмотрим, как он прогружает в Full HD видео. Язычно. Полноценный русский язык. Прогружает отлично. Браузер. В браузере тоже все работает классно. То есть, работает мультитач. Работает акселерометр. То есть, все, что нам нужно быстро посмотреть, быстро перевернуть, прогрузить, написать. Все это работает классно. Ну и вот, обновляется тоже он довольно-таки быстро. Процессора ему хватает. Идем дальше. Смартфон также хорошо справляется и с офисными приложениями. Включает он различные PDF файлы. Давайте посмотрим, как он работает с PDF файлом. Я установил на него офис. Ну и вот он его запускает. PDF файл. Тоже мультитач. Прорисовочка. Все это работает. Так, я очень хотел вам показать функцию OTG в нашем смартфоне. Подключается вот все, что угодно через этот вот кабель. Вставляется вот он сюда. Можно подключить вот такую вот флешку. Флешку мы подключаем. И в нашем смартфоне сверху вот выдается карта памяти. Эту карту памяти мы можем смотреть в ES-проводнике. Очень удобный проводник. Мне очень нравится. Ну и вот наша карта памяти. Она 3.76. Тут у нас есть мой обзор. Мы можем его включить. Он записан в очень хорошем качестве. В Full HD. То есть мы увидим, что все это запускается. Но немножко подключает. То есть видео идет непосредственно напрямую с карты, с флешки. С моей. Что еще? Еще можно подключить к смартфону. Опять втыкаем кабель. Можно подключить беспроводную клавиатуру, например. Ну, это набор у меня для клавиатуры и мышки. Но мышки сейчас под рукой нет. Вот есть эта клавиатура. Вот она. Сделаем вот так вот. У меня подключена клавиатура. Ну и допустим мне нужно набрать этот текст на смартфон. Вот. Я набираю эвакуацию на клавиатуре. Нажимаю Enter. И он у меня ищет. То есть клавиатуру, мышку, все это можно подключить через OTG кабель. И все будет работать очень интересно и очень удобно. То есть, допустим, можно подключить какой-нибудь фильм через флеш-накопитель. Ну, либо что-то еще. Я говорил, что смартфон отлично справляется с современными играми. Давайте посмотрим. Покажу самые популярные, самые такие требовательные, которые заставляют другие смартфоны тупить и глючить. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...